Амазонки 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 В декабре 2003 года вышел сериал «Русские амазонки». В фильме был показан так называемый интуитивный метод, позволяющий раскрыть преступления не логическим детективным построением, а интуитивным спонтанным поведением. В ходе эксперимента совершенно неожиданно делается вывод – лучших результатов в интуитивном методе достигают именно особы женского пола. 4. Любимые женские имена Все особо опасные ядовитые звери, пресмыкающие рыбы и так далее, названы женскими именами. Гадюка, кобра, герза и обратно Зоя, змея особо ядовитая. Опасные змеи – анаконда, опасные хищники – акула, наиболее опасная – косатка, самые тупые и безмозглые птицы – курица, утка. В то же время они – образцы ухода за потомством. 5. Назначение женщин 5.1. Продолжение рода Только в том случае, если частотный набор у мужчины и женщины полностью совпал, появляется возможность продолжения рода. Новые частоты вставляются каждые 12 лет. Женщина выполняет роль песочницы, в которой производится увеличение размера сперматозоида до 3,5 кг при уменьшении октавы с 96 до 71,375 миллионной. 5.2. Уничтожение рода Поведение женщин зависит от Луны, например, цикла менструации. При получении информации о том, что сперматозоид должен быть уничтожен по тем или иным причинам, с так называемым выкидышем или использованием абортов, он ликвидируется. Как правило, мужчина попадает в тюрьму за изнасилование или за какие-либо прегрешения, отсекается в изолятор для последующего уничтожения. Однако отметим, что виновником насилия является женщина, вернее, ее полевая характеристика. В роддомах основной контингент врачей – женщины, через которых контролировалась до недавнего времени рождаемость, количество детей по половому признаку и возможности рождения у будущих матерей. 5.3. Сбор информации Это наиболее опасная часть работы, которую пауки в системе управления доверяли только женщинам. Надо было не только собрать информацию, обработать, передать, но и успеть заразить нужными болезнями, приклеить ярлык для дальнейшего использования. Поэтому она, специальность номер один, названа древнейшей и главной. К тому же это автоматы для сбора спермы в рамках решения задач интервентской системы управления по контролю за воспроизведениями людей на определенных территориях. Для работы по этой специальности мозг женщины освобождался, сейчас просто отключается от повседневных забот, предоставлялась возможность собирать информацию в любом районе земного шара. Почему так много женщин уезжало из бывшего СССР? Создавались комфортабельные условия в местах сбора спермы, не насиновали. Легкое поведение – это наименьший недостаток женщин легкого поведения. Надо иметь в виду, что если низкочастотная составляющая спермы можно собрать в презерватив и выбросить, то высокооктавную часть женщина ощущает во рту в виде специфичного привкуса в момент выброса спермы во влагалище. Она поступает в мозг и передается в систему анализа системы управления с последующей реализацией востребованной задачи. В новой системе управления эта функция присутствует и играет несколько другую роль в зависимости и от регионального положения, и от генотипа мозга обоих – женщины и ее мужчины. В 1990 году была опубликована книга «Похождение космической проститутки». Это паук, который в зависимости от того, где надо было получить сперму, превращался в красивую женщину, корову, зайчиху и так далее. Опять же вопрос. Откуда автору было известно, что именно женщина с мозгом под управлением пауков предназначена для этого? Вот так происходило и происходит раскрытие сокрытого в рамках новой системы управления, которая и создала старая и новая СУ – местную систему управления для нас, Адамов. 5.4. Создание ореола. Паук должен жить вечно. Аналог – видеофильм «Звездные врата». Прямая пересадка матриц приводила к расходованию материала и завершению их существования на Земле. Первый удачный эксперимент «Иисус Христос» – не сказка, а факт формирования и привязки матрицы на определенном этапе развития сперматозоида – октава 37,5. Сама матрица при этом уже не пересаживалась. Для массового производства необходимо было захватить управляющий комплекс, что и было сделано. С этого момента начались иконы Божьей Матери, Казанской Божьей Матери, Девы Марии и так далее. Все они имели один смысл – женщина стала троянским конем, управляемый пауками. С этого момента мозг женщины, управляемый пауками, был привязан как к комплексу управления Земли, так и к Луне для последующих модификаций и в соответствующих регионах, и в вопросах развития генотипов мозга. Этим и определено то, что все циклы женщины проходят в рамках так называемого лунного календаря. Ореол, изображаемый на иконах вокруг женщины с ребенком на руках, а не отдельно сидящего юного паука, это символ победы пауков на чужой планете. Именно это событие вселенского масштаба и песня «Мы дети галактики» и, самое главное, «Мы дети твои, дорогая Земля», относится в преддверии 2012 года к окончательной победе. Задуманное Эбрами не состоялось и не состоится уже никогда. Получив троянского коня, пауки приступили к формированию золотого миллиона. Столько матриц должны были подготовить и оставить, более не нужно. Еще 400-700 миллионов – это рабы, биомасса без мозга. Остальных можно уничтожить. 5.5. Управление. Управление цивилизации ведется через женщину. Было замечено, что кем бы ни был правитель или жена, или ближайшая любовница – еврейки. Этот момент очень хорошо описан в трудах Левашова. Управление – это передача мыслей. Приемник подбирается на начальном этапе. Принц и пастушка, или принц и золушка. Информация, получаемая золушкой, перекачивается в мозг принца. И он считает, что все придумал сам. Если у принца поехала крыша, его заменяют. Золушка при принце не одна. Это хоровод, который дополняет друг друга и дублирует принцу то, что он уже получил. Кстати, индейцы снимали скальп не потому, что он им нравился, а чтобы не допустить передачи информации в указанный промежуток времени. Полячка, получившая мозг Анастасии, прекрасно помнила все мелочи царской жизни. Однако исследования ДНК показали разные конвейеры. 5-6. Воспитание. Считается, что женщина – хранитель домашнего очага. Она и готовит, и убирает, и за детьми следит. Все это описано у Джонатана Свифта в путешествии Гулливера, особенно в главе, где страной управляют лошади. Через систему управления, которая была в лапах пауков, женщине записано, что давать ребенку. Если ребенок имеет матрицу, то создаются все условия для того, чтобы ребенок правил остальными. Если не имеет матрицы, то он должен быть честным, послушным, в меру воспитанным, готовым на любое преступление. В явном виде этого мать не говорит. Должен убивать всех тех, кого пауки не успели убить, или чье убийство сопряжено с самоуничтожением. Если ребенок – девочка, без матрицы, то она должна выполнять одну из функций, описанных выше. Так проститутка не может осуществлять воспитание. Она не предназначена для этого. 5-7. Женские болезни. Да, именно женские. У мужчин их нет. Это не обязательно маститы и заболевания половой системы. Это венерические болезни, названные, опять же, женским именем. Космический масштаб. Преобразование женской яйцеклетки, ее распад приводит к формированию автономных, саморазмножающихся структур типа гонореи, сифилиса. Живая клетка, входящая в структуру яйцеклетки, именно распадается, образуя вирусы. Колония вирусов связана с мозгом, то есть имеет разметку. Эта разметка и передается мужчине. Если мужчина не имеет связь с управляющим комплексом, то его найдут пометки. Формирование меток и есть главные женские болезни. От них нельзя избавиться. Можно потом убрать ионные структуры вирусов, но нейтринные основы меток остаются. 5.8. Сладкая парочка, женщина и луна. Все женщины, за некоторым исключением, любуются луной, сидя, лёжа, в обнимку на скамейке, на берегу реки, моря. Это не совсем праздное времяпрепровождение. То ли женщины светят на луну, то ли луна светит на всех. Этот вопрос отдельно не поднимался. Однако замечено, что метонский календарь имеет 235 месяцев, 18 лет. Активный режим у женщин занимает именно 18 умножить на 2 равно 36 лет. С 12 лет и от возраста не зависит. Лозунг у француженок. Первый ребёнок – 43 лет. Установка мозга младенцу происходит на 12 месяц после зачатия. Общее время вынашивания – 274 дня. У кошек – 52 дня. Время вынашивания связано с искусственным циклом для Земли – 366 и не имеет биологической привязки. Отметим, что мальчики рождаются при восходящей луне, а девочки – при уходящей. Если плод не того размера или не имеет нужных параметров, мозг Земли организует выкидыш. Все 36 лет женщины находятся под контролем Луны и являются прямым транслятором всех команд, которые передаёт Луна. Женщина не имеет возможности активизировать полученные команды, потому она находит конечный автомат, типа паук, и сбрасывает ему всё, что получила, возможные искажения. Конечный автомат преобразует полученную информацию, музыкальные тона, в команды и используют в повседневной жизни при полной поддержке системы управления. Таким образом, Луна полностью контролирует женщин. Эта возможность появилась с нулевого года, после ввода первой группой частот контроля. Сказки про Христа появились позднее. Форму младенца формирует Луна, причём так, что если нет связи, получается монстр – паук. То есть для всех тех, кто получил сперматозоид от паука, в песочнице женщине должны быть частоты, обеспечивающие младенцу форму человека, потому у людей женское начало. 5-9. Приложения. Женщины-вампиры, женщины-гадалки и висталки, Кассандры, женщины-политики, женщины-вундеркинды, матрица-женщины, зачем женщинам нужны золото и бриллианты. Фильм мастера Маргарита прекрасно демонстрирует возможности женщин-вампиров. То, что барабашки не дают тень и читают все мысли, а также производят необходимые записи в мозг всем желающим, всё это описано у Булгакова. Женщины-вампиры работают только при полной луне и только по ночам. Собственно, изъятием нужных частот у пациентов занимаются барабашки, а сами женщины только приводят в соответствие полученную разницу путём изъятия уже ненужной крови. У кошек этот процесс сопровождается мурлыканием, не вызывает аллергии. Итак, главное, для воплощения всех этих свойств необходимо иметь фантом или барабашку, которая будет заглядывать в чужие карманы, производить чистку мозга у желающих, предостерегать от опасности и так далее. Оптически фантом не виден, потому рассуждают о свойствах мозга, особенно, когда дама начинает шевелить пальцами. Если до 1945 года фантомы были единичны, то затем началось их массовое производство, особенно с 1988 года. появились консультанты в банках, артисты в цирках, агенты у спецслужб и так далее. Гадалки существуют достаточно давно. Как правило, это цыгане. Они считывают данные матрицы, которые имеются у каждого человека, и, используя любые подручные средства, в том числе игральные карты, предсказывают судьбу. Гаданием занимаются практически все цыганки. Реально только одна на 12-13 тысяч цыганок способна на 67-68% прочесть матрицу. Матрица читается по золоту, которым обвешана женщина или мужчина. Значения не имеет. Именно частота связи матрицы и частоты золота совместимы. И золото является усилителем или катализатором. Кстати, если такая цыганка попадает в квартиру, она мгновенно находит место, где спрятано золото. Отметим, что гадалки только читают матрицу. Более редкий случай без сталки. Как сказала, так и будет. Здесь вмешивается фантом. Исправляется ранее записанная информация в матрице. И об этом извещается висталка, которая озвучивает то, что исправлено. В 2007 году планировалось наделить этим свойством всех женщин. Не состоялось. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok